Сегодня московский суд лишил певца Витаса водительских прав на полтора года, таким образом наказав его за то, что после аварии возле ВДНХ в начале мая певец отказался проходить медосвидетельствование. Сегодня на слушаниях, как и раньше, Витас утверждал, что не сидел тогда за рулем, поэтому и с лишением не согласен. Но похоже, это еще не финал двухнедельных разбирательств. Уже после обеда Витаса ждут на допрос по новому уголовному делу. Георгий Гривенный подробнее. Певец Витас многие годы был известен широкой публике именно как Витас. О том, что он Виталий Грачев, знали, конечно же, только его самые большие поклонники. К их числу явно не относился сотрудник ДПС, который 10 мая этого года составлял протокол о ДТП около центрального входа на Всероссийский выставочный центр. Фамилию человека, который на своем инфинити якобы сбил велосипедистку, в протокол он записал как Грачев с О после Че. Эту орфографическую нестыковку сразу берет в оборот защита певца, требуя отправить протокол и обратно в полицию. Или чтобы ошибку исправили, или чтобы уточнили, кого именно задержали на ВВЦ. Может я какого-то другого Грачева тут по ошибке бесплатно защищаю? Беспокоится адвокат. Документы должны быть составлены в соответствии с законом. Если неправильно указана фамилия, то эти недостатки нужно устранять. Иначе может получиться так, что совершенно другого человека лишат права управления транспортным средством. Впрочем, удовлетворение этого ходатайства суд в защите отказал. О том, что за рулем автомобиля, сначала сбившего велосипедистку, а затем въехавшего в две другие машины, был именно Виталий Грачев, красноречиво говорит видео его задержания. При этом ведет себя артист странно, голос и выражения явно не сценические. Ты не имеешь меня права задерживать, значит ты петух. Ты не имеешь права задерживать меня, значит ты тоже петух. А вот и то самое водительское удостоверение, выданное на Украине. Витас является гражданином этой страны. Его адвокаты ссылаются на Венскую конвенцию о дорожном движении. Если у человека отобрали права за нарушение на территории иностранного государства, то при выезде домой документы обязаны вернуть. Суд отказывает в этой просьбе. Мотивировка нет никаких доказательств, что певец собирается скоро покинуть Россию. Всего защита заявляет около 20 ходатайств. Вызвать в качестве свидетелей инспекторов ДПС, истребовать маршрутный лист патрулирования и так далее. Все они были отклонены судом, а потом последовало и главное решение. Врачевая Виталия Владащича признать в новом совершении правонарушения, предусмотренных в статье 12.26.1 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений, и подвергнутся административным наказанием в виде лишения права управления транспортными средствами на срок полтора года. Защита это постановление суда собирается обжаловать и по-прежнему утверждает, после ДТП Витас подуть в трубочку алкотестера не отказывался. Он был трезв, а наркотические средства он не употребляет вообще. И данные объяснения он дает также в рамках уголовных дел. Уголовных дел против Виталия Грачева два. Первое по статье «Угроза убийством» возбуждено по заявлению пострадавшей велосипедистки Ольги Холодовой. Она утверждает, что Витас угрожал ей предметом, похожим на пистолет. После задержания муляж пистолета Макарова действительно нашли в его машине. А вот по второму делу, применение насилия в отношении представителя власти, певец должен быть допрошен уже этим вечером. Адвокаты не скрывают даже опасений о задержании Витаса. Так что, возможно, лишение прав не последняя для него неприятность на сегодня. Георгий Гривин, Игорь Мичкин, Андрей Мельников, НТВ, Москва. Продолжение следует...